Знакомьтесь, Алена Дирксен родилась в Таганроге и так любит свою страну и город, что 20 лет назад переехала жить в Германию. Как видите, выучила немецкий. Аня требовала у немецких властей сделать русских государствами. Живет в уютном маленьком городке Митвайда и даже открыла ресторан русской кухни под названием «Родина». И вроде все хорошо, но специальная операция в Украине для эмигрантки стала почему-то очень важна. А украинцы ненавистны. Владимир Владимирович, им сегодня мало было. Вот здесь у нас в Дрездене тоже можно один разок не *** хорошенько. Так дамочка отреагировала на митинг после массированного ракетного удара по украинским городам. Сама эмигрантка живет в нескольких десятках километрах от Дрездена. Понять ее пожелания, как минимум, тяжело. На ее предложения в соцсетях сразу отреагировали. Ресторан «Аленушки» по отзывам сейчас имеет рейтинг один из пяти. А комментариев благодарных посетителей хоть отбавляй. Владелец призывает к ракетным ударам по Германии. Заведение гниет с головы. С головы владелицы. Очень плохой ресторан с неприветливым владельцем. Зет-людем, призывающим к бомбежке, не место в Германии. Но такая реакция в соцсетях русскую хабалку не напугала. Не страшно, но страничку свою в инстаграме и фейсбуке любительница русского мира удалила. А через несколько часов на просьбу ракетного удара по Дрездену отреагировала и местная полиция. Мы сохранили видео и передаем вопрос ответственным коллегам для проверки. В Федеральной Республике Германии живет большое количество имперских шовинистов, которые десятилетиями живут там. В свое время переехав, как переселенцы с территории бывшего СССР, они получают все блага демократического общества. Но при этом остаются классическими россиянами, шовинистами и ксенофобами. В ФРГ есть специальная служба, Федеральная служба защиты Конституции, которая следит за такими аленами систематично. Такие случаи, как этот, рассматриваются и дело даже доходит до суда и депортации. В Вашингтоне после ракетного удара также прошли митинги возле посольства РФ. Но вот не всем они понравились. Женщина с пророссийскими взглядами оскорбила полицейского и дважды плюнула ему в лицо. После сразу была задержана. В 2003 году в Клахоме мужчину, прюнувшего в лицо копу, дали пожизненное заключение. Согласно американскому законодательству, это действие квалифицируется как попытка заразить госслужащего смертельным заболеванием. Возможно, история может повториться. Исповедующим имперские взгляды путинистам. Не место в цивилизованном мире. И мир начал это понимать. Но, к сожалению, очень дорогой ценой для Украины.